всем привет перед началом просмотра ролика как всегда прошу поставить лайки люк там за кадром ржет стоит как всегда ставьте лайки пишите побольше комментариев это способствует продвижению нашего канала всем спасибо заранее смотрите что произошло за эти два дня погода ты сегодня какая просто фигня не погода чего такое случилось что-то тут грушу мочишь немного по перебрал в гараже матрас я не знаю пока да выкинуть ему надо ну блин и зараз столько мусора не выкинем здесь я эту в тряпку засунул стекловата все атака не надо он сказал выкидывайте все что вам не нужно все что нужно он себе забрал маленечко это разгрузили чтобы нам тут хоть поудобнее будет сантехника тут банки тоже банки довезли банки книги может все это выберешь тут какие-то эти вот вкусные блюда есть там я за это маленький переводчик английского языка да давай ребятишкам дадим английский правда они сейчас ими не пользуются потому что есть и интернет ты осторож тут сигареты то а вот это все на выброс далек вот здесь сюда засунул эту старую мясорубку там всякую хрень непонятно но она не нужна и не знаю лишь это все на выброс это все мусор нефиг гости не знаю что тут такое я не разбирал только тот угол не разобрал за машинку хоть маленечку эту потом они приезжали уже до сена убрать и будет вообще тут хорошо но она его и летом тут и нету всегда очень пусто но чисто тут стекловату подел тут мыши в разные стороны разбегались такие они там зимовали до стекла вателе там что инструмент какой-то нашел да здесь здесь рыбацкая может что посмотрим как пускай пускай будет вот этот бассейн баллон пены нашел целый а дака это ты промыл пистолет ну и надо значит запенить этот то что вот я те просила понял да где на кухне ну ну все получатую в общем не это лёха перебил приезжали они вещи свои собирали и еще они по осени по осени приезжали вещи собирали тут был бардана да ты чё ну она маленькая такая тайны и пускай будет кому нужно по наследству новым хозяевам достанется лодка старая может дырявая ну понятно ты вот так вот просто солому завернул дату стоит это на подстилку пойдет нормально ручья вообще здесь пособравните яйца и нашел бы завернул да а здесь курица зараза какая-то ходит я вижу как она ходит сюда не здесь на ночь закрываем а днем не закрываем обогревателем угол остался нормально это все тут по заставлено как и половина весь гвоздиков набил колесо повесил там да здесь колесики могут пригодиться можно какому тележку сделать как ты и сделать тележку я куплю весной она нужна мне сарай то чистите как без тележки не почище вообще никак правильно куплю все равно это же для себя буду покупать ладно чё развернуться есть где и все это чё это от этой до этот но нам отсюда свечка еще вкрутить а почему тут свечки нету ну я же снимал на пилу надо видеть тут имени потом подготовка нету считай давай мелкую наждачку нашел у меня здесь наждачка понятно чем порядок тут не капает на сено нигде не накапает потеряли блин ошейник да теперь не весь из чего тебе прицепили ты мой золотой но ничего не скурит молодец да охранник у нас теперь такой галоши хозяйские же галоши надо выкинуть они драны и конечно поставь на этот на обочину собака с гаража видать притащила у нас болоте болотечная прямо вообще в общем ходишь и проваливаешься только только все просыхать начал я думал все завтра прям будет можно полисать во дворе чистить срач скажем так и в итоге вот что получилось это хорошо сегодня да вышли мы с лёхой прогуляться вечерняя прогулка зверьё накормили всех накормили пошли на разведку в одно место а это саманный этот домик старый конечно ты можешь этой хаткиной на вид 200 вам на такой здоровый лёха денег не хватит вам бы хоть бы квадратов 80 бы купить эту ничью это он вещь окна вставили а тут не вставили смотрите какие тучи но дождик хороший прошел я говорю я только радоваться начала что у нас двор начал просыхать во дворе вообще невозможно ходить дом нормально хороший эти скажи так почти у всех и старый домик и это ну по два домика летняя кухня домик пошли мы на разведку в общем на речку если фона не замерзшие да сейчас посмотрим я посмотрел там на одном канале там булки бурят ну здесь местные ты не поняла на лимане что ли они и будет в общем лёха задержался на несколько дней опять окажете гомотина как в том году какого числа сказали выезжать 10 сегодня у нас 5 короче вот так вот еще дней 5 дома будет нервы мотает опять в прошлом году он вообще в марте ты выехал да где-то в конце всю зиму же просидел дома и начало весны ну ты на другую работу поехал ну так и там на два месяца всего поехала на старую вернуться или на три ну вот да да пока они там это новый прииск оформляли ты на другой работе пару месяцев ну короче проблема были с работы там закончилась солнышко было ясно хотим завтра прийти попробовать порыбачить посидеть от нечего делать главное чтобы ветра завтра не молоды ветер будет там и никуда не пойдем вот так посидеть ну вообще пришли посмотреть есть лед на речке нету вот такая красота на краю земли блин да граница со степью да 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 голуби на ветру на одном месте переберу сегодня вечером завтра попытаем счастье первый раз в этом году до по нелюха колосок 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 они колоски цветов нету красотища надо завтра даже если в ничего не поймаем все равно пути здесь может парень погиб который да я не знаю конкретно в каком месте была суть в том что он задел удочкой это и задел и нас в том году все пошли пошли да да пойдем еще посмотрим а мы не там до пошли пошли блин речка море это моя стихия уходить отсюда не хочу блин я сразу голова пошла эти лодку накачаю завтра я боюсь и мне унесет хотя куда меня унесет так упачку а тут мне кажется и не глубоко нет какая разница глубокой здесь мы сена покупаем на крайне отсюда привозят нам конечно мы сюда не ходим кто еще мне скажет что это не деревня это сельская местность друзья это деревня классно город для нас вот это вот за мной висеть хорошая деревня да да станица хорошая так ты давай это я за тобой чтобы мы тут не утонули нигде выделись в ботинках блин надо было говорю же сапоги одевать резиновые не промочила но ботинки то быть придется завтра пойдем то в резине тугу а это вот что такое привязанное скажи вот это привязан собака бегает и чё издеваешься реально да иди ты нафиг пугать меня я боюсь собак больших как слушайте вот тут вот тут вот тут ну save 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok сколько пива купил баночку такой звук чуть не чешешь чё закинул учера смотри пойдет они смотрю вам давайте дети садитесь кушайте и что там у кого уроки все этот день заканчиваем продолжение будет завтра надеюсь на рыбалке у нас новый день всем привет еще раз собралась снимать я свой шов взяла уже сегодня эту повязку с ним а и просто шов залепила простым этим мозольным пластырем там уже все нажила совершенно 3 говорит давай сниму чего это кататься деньги катать было бы на руке или где-нибудь вот в таком месте я бы сама бы сняла конечно но на лице не так лишь а лишь давайте завтра какие теплая каша на этом на печке я быстро туда-обратно и будем кипятить воду будем убирать час это птицу сколько сможем уберем рыбалка сегодня отменяется потому что на улице погода просто трэш там ветер дует вот поэтому там какие поплавки могут быть лучшим уж успеем порыбачить до люкиного отъезда может завтра ветра не будет послезавтра все едем поликлиник в больницу едем больницу будем делать дело алексей друзья мои ну что новый день и новая пища мы затарились по полной сегодня затарились впрок чтобы потом мне с этим всем не таскаться пока алексей дома несколько дней осталось ему всего уголе давай сходим чтобы говорить ты потом опять не таскалась этими баулами с этими сумками все-таки это я же не конь правильно а так каждый день когда бегаешь по магазинам это блин денег уходит в два раза больше когда лишь уезжаете вообще редко хожу вот поэтому затрачено 8000 здесь единственное нету мешка сахара 5 килограмм ну и блок сигарет сегодня даже месяца купили потому что там у меня свинина осталась но она у меня порезанная на гуляш на гуляш а это я взяла чисто для того чтобы фарш накрутить косточку обрежем по 300 рублей мясо взяла фарш накрутить у меня полностью закончился фарш то что вот мы до нового года крутили фарш он полностью закончился вот за мясо сколько лишь отдал две что-то тысячи даже не 2 по-моему 1900 вот это чисто мы взяли на фарш фарша накрутить добавим утку и накрутим потом посмотрим что курицу добавим потому что мы курицы еще купили фрук забиваемся чтобы мне потом не ходить и взяли вот такой вот кусочек да типа грудинка помните я делала в луковой шелухе сделаем и половину с собой на вахту видео шану не испортится эти фольгу замотаем и это увезешь тебе его фаргена сделать в духовке нет нет мы его сделаем в луковой шелухе в луковой шелухе очень вкусно я его заморожу потом я тебе его фольгу замотаем и ты его собой на работу везешь чтоб там вечером цвету да вот а это по 240 мы взяли купачек такой прям хороший прям хорошим мясом почти это самый нету салат нормально лёша с собой нет не сюда вот сюда вот на этот возле окна календарь купили заходили на это на почту оплачивали коммуналку и это самое не знаю я думал ты мне поможешь распаковку сделать лишь так были мы в общем где с тобой получается магнит и чижик это в магните взяли по сто девятнадцать рублей это наклейка ребятишкам бананы что-то мы давно не покупали яблоки да яблоки и апельсины пшено это у меня почти закончилась спагетти я такие дешевые брала тысячу вас меня не вполне устраивает пойдут рис по 129 рублей как и в прошлый раз он еще не закончился но это я в пол беру потому что рис ходовой такой товар лёша торопит меня конечно чай по 280 рублей по акции хороший чай ну туда ложить его не нужно и вот туда это тоже впрок потому что этом пачка есть распечатанная я вот такой смотрите баночку купила фикс прайс и сюда чай лужу ну как крылья и все ничего не полиция ничего не намокает ничего нет и как лептички на свинячат на подоконнике нормально вот женечки купили по 90 рублей в этом в чижике печеньки овсяные и любимые это по 50 рублей огурчики по 209 зелени сегодня взяла зелень у меня мороженое закончилась свежая блин вся по примеру надо сходить посмотреть там должен лук нарасти там его очень много было апельсины почем чижики по 100 9 рублей да потому что дешевле чем в магните до насыпаем конечно по 160 рублей китикат катам тоже дешевле чем магните да это по 79 рублей вот эту бутылку и вот за это я отдала 506 рублей вот за 2 обалдеть вообще цены обалдеть мыло представляете но это самое дешманское мыло факс и вот это вот отдала 506 рублей меньше ничего не было 6 рублей на это было за пакетик был так как сегодня шаримся хлебушек не стряпы поэтому хлебушек это купили да кефе по 48 это масло у нас всегда по 219 салфетки по 40 рублей в чижике по 404 чтобы не врать да это это по 69 и туля любит это получается света любит это же не любит это мама это послушная дочь и любит это чтобы никому не было не там между того поделиться медово фритюрнику до по 80 рублей дешевая масса по 8 9 не получше кладки тоже в чижике по 40 деньги три штуки ну и все их две курятины и папа может ну еще так колбаса не закончилась но я говорю что у них свободности нормальную кольцу до середины марта до курицу разделаем мясо сейчас разделаем и что еще и вот это все да блин обалдеть вообще ну бутылку спать или подзял еще куда деньги уходит а по 139 рублей трехслойная тоже в чижике всегда брала туалетную бумагу в магните сейчас думаю дай-ка попробуем посмотрим ну супер дешево да короче какая разница сколько денег тратит на свой зал да можно и подешевле взять мы раньше вообще покупали я не знаю этот набережные челны всегда самую простую туалетную бумагу жили нормально под конец отпуска короче чуть-чуть и дадим заканчиваются вернее уже закончились блин да зайка молочко коробка из кореновки по 120 рублей под 120 чем-то даже масло показывала все вот и вся светуля привет все бананы надо мыть и на вазу не надо их холодильник зачем яблоки там в коробке есть еще я сегодня чё девочки сходила в общем шов сняла в общем обнаглею вся допускали разбирать продукты по всем расслабился сняла шов сказали сегодня еще поносить завтра уже можно будет снять и все и жизнь наладилась вот как-то такая еще вот такие вот мешки купила по 160 рублей ром их нам хватает вот месяца на 4 наверное уже очень давно не покупали да и по 130 рублей купила 5 мешков и тем которые мусор выносить понял да ну или все показали да как-то так ты чё 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 дайка колова болит ты погрустите сила супчик грим мы голодные точно а ты в школе кушала что гречку ты ела хорошо еще купили ребятишкам по мороженому и себе тоже себе в брикет брикетах девчонка в этом скажи мне в стаканчиках в общем ты хочешь мороженое кушать а мадам нет я думаю что надо суп поеду чай ну чё в общем короче прошел сказала все хорошо там все красиво прям коса так страшная сила заживет час это корочка уйдет с лица и вообще незаметно я думаю будет но будет маленький там один сантиметр учу теперь ничего страшного вот чё у нас завтра 7 послезавтра мне в поликлинику на гормоны анализы сдавать в общем дела будут еще я знаю что со второй смены да я знаю а женя тоже по 2 дойму супчик сначала вот из-за ребенок такое вот не заставишь и если она не хочет она не будет есть вчера вечером наделали наггетсов лапши наварили вот этого они поели прям с удовольствием от наггетсов не остался вообще следа я думала что на утро останется вкусные наггетсы значит папа курицу разделает на филе уберем и еще пожарим потом я отдельно поэту ладно что будем обедать уберу тут остатки переоденусь и надо нами что-то готовить что-то готовить мясо раздет саш накрутим в общем дела есть я сегодня отлиниваю друзья от это от готовки далее опять выходной да и это самое надо будет что там шелуху посмотреть и это смотрите это вот все что вот у меня шовчик какой один сантиметр всего красота страшно силу почти даже незаметно молодец мужик хорошо мне сделал доктору прямо респект вот а так бы осталось бы это вмятина потому что там прямо нагрит глубокая была поэтому он зашил чтобы на лице более-менее это выглядело все эстетично скажем так можно было конечно и не зашивать потому что мне когда было 18 лет мне вырезали подмышкой примерно такую же штуку она была правда больше намного и ничего не зашибали никакие резинки не вставляли тогда на тот момент даже мы анализы не сдавали и это самый а я не знаю а в столе в столе в столе это специально для газа вы это осталось конечно такая прям хорошая вмятина еще лишь вспомнила а помнишь это как мне последний раз швита сняли после кесарева у меня в общем друзья 3 кесарева представляете 3 кесарева вот и последний раз со светочкой когда я лежала в роддоме мне снимались вы и это на себя сейчас это и короче было до такой степени старая пожилая женщина что она просто видать от своего возраста но у нее табачки такие были признать с лупами такими она не не все швы не сняла раньше в то время эти швы мазали блин сейчас скажут дура такая рассказывает рассказывает все подряд раньше эти швы мазали вот у меня прям большой шов не такой новомодный как сейчас делаю так как по старинке раньше эти швы делали их мазали до такой степени зеленкой что потом зеленка с пузо ну на нами месяц со два не смывалась вот и через месяц то это не видно же ничего как бы ну зеленые зеленые пузо то я его мою мою но не отмывается чувствую что что-то вот не то что-то боже болеть начинает смотрю болячка вытаскиваю нитка вытаскиваю 2 вытаскиваю 3 я лёхи галлюха смотри ну чё делать то чё это такое бегом в больницу и прям там у нас в поликлинике снимали мне швы и остатки много швов сняли но это короче запомнилось на всю жизнь ты уже это грещим я пошла за второй тогда чё болтать то сейчас посмотрим что не справлюсь одна у меня уже это селезни блин очень-очень большие что они у меня даже в ведро не влажит а специальных там больших кастрюль банок чанов у меня не хватает поэтому очень все это неудобно убираю сегодня только селезни насколько ну штуки 3 думал почищем селезни очень много и на тушенку самое то побольше тушенки получится так что вот такая вот история жизни что не полностью не сняли швы и потом потом еще в больницу бегала не и легкой говорить давай горит я сам тебе сниму я буду я был сама себе сняла мне уже группа то есть было бы это на руке или на ноге другое дело на лице неудобно не видно не то короче не разрешает ему лицо больше никому приказаться ну его нафиг легко уже выдавил прыщик достаточно ладно все хорош болтать буду работать так естественно показывает сам процесс я не буду из этических соображений вот поэтому не всем приятно это все смотреть дело просто потом покажу общий вес что у нас вышло и все как то так поэтому кто хочет смотреть такие вещи там есть специальные канала специализированные которые показывают как рубить как все делать а я сама еще только учусь еще ничего не умею покажу результаты все но все девчат друзья мои закончила я килограмм 12 мяса тут есть примерно там печень ножки единственное что это взвешивать не могу точно потому что не работают весы то ли батарейка то ли весы китайские безмен вернее ну так ничего прям увесистов хорошие уточки сейчас лёшу заставлю мне ее раз кромсает все порубит сразу чтобы я могла потом тушенку спокойно делать и это с мясом он вообще быстро управляется режет смысле пока сегодня отменяется погода хоть и прекрасная во первых ветер а во вторых надо все-таки дела доделать потом уже по рыбалкам что на этом будем ролик заканчивать опять получилось у меня там 35 минут по моему много будет очень долго будет выгружаться это часов на 5 он мне будет грузиться 6 в общем очень долго поэтому на этом заканчиваем а уже продолжение этого дня увидите через пару дней мы варим тушенку фарш крутим в общем тут полный полный фарш скажем так мясо делаю в шелухе в общем все увидите в следующем ролике всем спасибо за комментарии за просмотры за лайки всем до новых встреч